Музыка Категорически приветствую всех наших постоянных друзей, коллеги, друзья, художники и не только художники. Итак, я хочу сказать, что сегодня невероятное совершенно событие. Сегодня мы открываем выставку одного из тех гениев XX века, которые были недоступны не только советскому зрителю, но и российскому зрителю тоже были недоступны. И только последние годы, уже так называемые послеперестроечные годы, когда появились прямые связи и контакты с зарубежными фондами и прочими делами, всякими политическими и так далее, появилась возможность нашим олигархам приобретать за рубежом и перевозить сюда, в Россию, произведения художников, которые были, повторяю, для нас недоступны совершенно. Есть такой, как вы знаете, Олег Андреевич Гусев, один из наших уральских олигархов. Фигура очень неоднозначная, очень по-своему интересная. Имеет теперь в Екатеринбурге грандиозный совершенно центр, называется Международный центр искусств, главный проспект. Огромное здание, реконструированное в современном духе и так далее, где экспонируются и его собственные коллекции, и организует он временные тематические выставки и так далее. И в том числе этот господин олигарх, значит, он на собственные деньги приобрел целый ряд работ и того же Сальватора Дали, и Пабло Пикассо, и Марко Шагало, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, там Рене Магрид и многое чего другого. То есть, прежде всего мастеров 20 века. Те мастера, которые стали славу и гордость современного искусства. И именно в галерее на Ленина 8, в этом центре искусств, главный проспект, сейчас экспонируется наша кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой и целая выставка наша Рубенс и его время. В ответ на этот широкий жест с нашей стороны, господин Гусев милостиво согласился предоставить... На период пребывания Магдалины там, предоставить здесь, к нам, сюда, в наш музей, выставку из 25 авторитографии Сальватора Дали, называется «Человеческие пороки», которые изменили в виде отдельного альбома в 1973 году. Самое интересное, есть интерес в том, что Далинин сделал усилие по мотивам знаменитого романа «Рабле», «Грагатюай и Кунте-Грюэль». Он предоставил возможно самим зрителям додумать, догадать, как должен сам решить, что в этих листах изображено. В любом случае, эта выставка имеет свой грандиозный интерес к художественному и в каком хотите плане. И эта выставка, естественно, для нас очень таким... Эта выставка является первым настоящим этапом, или даже не этапом, а первым опытом меж... Такого, как говорится, частного государственного партнерства, как теперь говорят, да? Такой вот опыт с частным бизнесом мы получили. И сейчас, прежде всего, так сказать, я хочу донить слово, как же, для открытия. В принципе, я с вами нам звали Милошь. Увидим. Идем тут. Прошу ему сказать три слова. А дальше мы с вами продолжим этот фильм, священный творчеством Санкт-Петербурга Далинина. Спасибо огромное, конечно, что мне слово предоставлено. Хочу всех поприветствовать и сказать буквально несколько слов. То, что сегодня мы в городе Орбите увидим подлинные работы Санкт-Петербурга Дали. Это целиком заслуга не только Олега Гусева, но, в первую очередь, Валерия Андреевича. К огромному сожалению, не каждый может себе позволить увидеть работы Санкт-Петербурга Дали в Испании, посетить музей в городе Фигерас. Мы с вами сейчас имеем такую возможность подлинные работы и на самом деле увидеть. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Валерия Андреевича и пожелать нам приятного просмотра и предстоящего удовольствия. Спасибо. 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 Спасибо.